Из анонсированных в конце прошлой недели событий отметим визит в Сочи лидера Белоруссии Александра Лукашенко 7 февраля. Повестка дня была непростой. Цены на нефть и газ, как компенсация продвижения Минска по пути интеграции в рамках союзного государства. Мы не будем вникать во все неоднозначные проблемы такого торга, отметим лишь, что стратегия последнего времени Лукашенко, крепко стоя ногами на востоке и как можно дальше дотянуться руками до запада, поставила Беларусь в геополитическую позу раком, одинаково уязвимую как с запада, так и востока, а в некоторых случаях и для синхронного продвижения внешних интересов с обоих направлений. При этом, заигрывая с западом, Александр Григорьевич догадывается, что транзит власти ему придется осуществлять по внешним правилам, полагаясь на ничего не стоящие гарантии, как говорится, к Виктору Федоровичу не ходи. При этом тамошние змогары, убеждающие белорусов, что именно из Беларуси, запад во главе с Соединенными Штатами, сделают витрину экономического процветания на зло Орде, только добавляют мрачных аналогий. Впрочем, на этот раз даже природа была на стороне Лукашенко. Шквал и ливень задержали прилет в Сочи делегации, в которой присутствовал главный антагонист Батьки, экс-посол России в Минске, а ныне заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Тем самым у Владимира Путина не сложилась традиционная игра в доброго и злого следователей, в которой он столь же традиционно выступал добрым следователем, которому можно было пожаловаться на злого Бабича, ценящего рыночные отношения выше братских уз. Это позволило президенту Белоруссии частично перевести логику сосуществования в союзном государстве в русло личных отношений. Чему, несомненно, способствовала атмосфера кокейного матча, в котором оба президента, а также сын Александра Григорьевича Николай, играли за одну команду. Составы обеих команд, кроме упомянутых трех вип-персон, были укомплектованы бойцами управления охраной президента в двух стран, а потому матч носил не столько спортивный, сколько дипломатический характер. В результате белые, за которых играли оба президента, победили синих со счетом 13-4. Два гола забил президент Белоруссии, четыре – его сын. Авторство остальных семи мы не рискнем назвать в силу существования запрета на позитивное освещение деятельности президента страны-агрессора. При этом опытные политики отметили, что несколько раз, выходя один на один с вратарем, Лукашенко-младший отдавал пас назад под удар Владимиру Путину. Но, как бы то ни было, при переходе от языка спортивных жестов к переговорному процессу произошло еще одно чудо. Летевший в одном самолете, а потом ехавший в одном автобусе с Михаилом Бабичем, министр энергетики России Александр Новак появился за столом переговоров, но без замминистра экономики, что и предопределило относительный компромисс. Из двух вариантов цены на газ – 127 долларов за тысячу кубометров, как в союзном государстве, или 152 доллара, как в евразийском экономическом сообществе, Батько сумел настоять на первой цифре. Что же касается цены на нефть, то в силу частного характера нефтяных компаний президент Путин отказал в скидках, связанных с изменением налогового регулирования. Однако, пока Минск сможет получать нефть на 17% дешевле мировой цены. В небольшой плюс Минск может записать себе и повышение на 6,6% цены за транзит нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». Ну, а чтобы старший брат не расслаблялся, с начала нынешней недели белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали отбор технологической нефти из нефтепровода «Дружба». В «Белнефтехимии» уверяют, что отбор нефти идет из веток трубы, которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. То есть, пока что этот отбор нефти не отразился на транзите российского сырья через Белоруссию, он лишь снижает пропускную способность на сами белорусские НПЗ.